Музыка Мы являемся постоянными участниками выставки «Охота и рыболовство на Руси». Это одна из лучших и крупнейших международных выставок, я считаю, не только в России, а и во всем мире. Основной бренд, который мы представляем на рынке России, это «Прохандер». У нас достаточно большой выбор снастей, я бы сказал, огромный. И мы участвуем в выставке уже не первый раз, известные своими приманками для тропиков. И не только приманками, а полностью комплектами снастей для тропической рыбалки, как на джигинг, так же и в заброс, на троллинг и для глубоколодной рыбалки. Снасти, которые мы представляем, исключительно подобраны мной, как экспертом в морской рыбалке. Многолетним опытом просто мы выбираем, мы их тестируем, прежде чем представить на рынке. Также изготавливаем какие-то новые приманки, новые спиннинги, новые аксессуары для рыбалки, как для тропиков, так и для северных морей, в том числе Норвегии. Это очень популярное направление на рынке России. Также много новинок у нас приходит и представляется для рыбалки в Мурманске. Это тоже популярное направление. Сахалин, Камчатка, эти регионы активно развивают морскую рыбалку. С каждым годом там растет спрос на снасти, который мы стараемся удовлетворить. Также наша компания организовывает туры на Мальдивах. Это исключительно со мной. Мы обучаем морской рыбалке всех новичков, уже опытных людей. Скажем, берем с собой, делимся друг другом опытом. Также в Сейшелы организовываем рыбалку. Организуем рыбалку на Марлина, на Кабаверде. Это одно из лучших мест, где можно поймать трофейного Марлина. Мы стараемся не только продать людям снасти, но и обучить, как использовать их на деле. На сегодня очень достаточно быстро развивается рынок снастей, производство снастей. Профессионалы уходят в легкие веса спиннингов, в легкие веса катушек. Мы представляем новинки постоянно на рынке. Конечно же, они доходят до рынка России немного с опозданием. Но мы надеемся, что рыболовы, которые понимают, как использовать снасти, в каком направлении они собираются рыбачить, они оценивают наши новинки, понимают, что это топ, это самое лучшее. И самое главное, как я говорил, что многие уже, наловившись на достаточно брутальные тяжелые снасти, начинают уходить в легкие катушки, легкие спиннинги. Причем мощность у них абсолютно такая же. И вот хотелось бы какие-то наши новинки показать, реально, что они из себя представляют. Ну, например, все привыкли к достаточно большим мультипликаторным катушкам. Вот ProHunter выпустил катушку, в принципе, достаточно бюджетной серии. На рынке России она стоит в районе 20 тысяч рублей. В этой катушке что можно вместить? 50 килограмм разрывная нагрузка шнура, 300 метров. Значит, у катушки драг 30 килограмм. Двусторонние карбоновые тормоза. 10 подшипников. Только на оси 5 стальных подшипников. Катушку никакой хищник не сможет сломать или что-то с ней сделать. Она весит меньше, чем 500 грамм. Достаточно имеет маленький размер на вид, но реально мощная, уже испытанная нами в первую очередь. И сейчас предложенная на рынке. Выйдет еще у ProHunter какая-то новая серия этих катушек. Значит, будут называться Black Mafia. Это более дорогие модели. Но, в принципе, функционально они будут абсолютно похожи. Вот данная модель чем еще уникальна? Как я говорил, своим весом еще количеством подшипников. 10 подшипников. Плюс, прошу заметить, что вот эксперты, которые производят катушки, пришли к 1 скоростной модели 5,3 к 1. Что это значит? Мы привыкли к 2 скоростным катушкам. Либо к просто скоростным катушкам с передаточным числом больше 6. В катушке очень важна, скажем, толщина шпули. И вот данная катушка 5,3 к 1 позволяет выматывать шнур примерно как передаточное число больше 6. Но любой маломальский понимающий рыболов знает, что чем меньше передаточная скорость, тем легче делать проводку катушкой, легче поднимать крупную рыбу. И самое главное, катушка становится более долговечной, потому что на шестерне у зубьев более редкий шаг, соответственно, зубья более мощные. Вот такую катушку просто невозможно не представить. Есть у них три размера. Есть маленький размер, которым можно ловить с удовольствием какую-то некрупную рыбу. Но я бы даже такой катушкой ловил и трескуды 20 кг. Она не сильно сопротивляется, поэтому без проблем выдержит. Либо на реке, на крупного сома, на судака, щуку. Но я бы сказал, что это вечная катушка. Катушки делаются как под левую руку, так и под правую. Левая, правая рука. Хочется представить наши новые приманки, изготовленные из пластика, изготовленные из силикона. Например, вот силиконовое тело с крючком, который крепится, фиксируется к мощному магниту. При поклевке рыбы срывается крючок и остается вот рыба у нас на вертлюге с подшипником. То есть абсолютно мощная снасть. Идеально придуманная. Ну и самое главное, что силиконовое тело приманки у нас не продаются вообще хвосты, потому что оно не рвется. То есть никакой хищник до сих пор, пока сколько рыбаки ездили, не проваловывал. Все приманки используем при покраске флюоресцентные и фосфорные цвета. Например, покажу, как вот в ультрафиолете, как приманка светится под ультрафиолетом. Хищник, особенно на больших глубинах, хорошо отличает флюоресцентные цвета. Также цвета, которые в ультрафиолете светятся и фосфорные цвета. Есть и натуральные расцветки, но также у них имеется фосфорное брюшко. Вот. И нижняя часть тела покрыта фосфором. То есть это дополнительно, конечно же, улучшает результативность лова. Ну, еще хочу, конечно, сказать об одной из популярных приманок для северных морей. Это пилькер. Вот мы разрабатываем сейчас новые модели таких скоростных пилькеров, оснащаем их на ассисте осьминогом с крючком. Осьминог очень хорошо играет в воде, в отличие от привычных нам приманок, которые называются черви. Значит, далее оснащаем мощным вертлюгом с тройником в конце. Ну и разные-разные всевозможные расцветки будут разрабатываться. И фосфорные, конечно же, цвета будут. И ультрафиолет цвета. И разные модели. Также вот хочется показать классический пилькер, который достаточно популярен в северных морях, известен многим рыбакам. Мы его тоже раскрасили в фосфорные цвета и в УВ цвета. И благодаря этому наши рыбаки просто стали счастливы. Много ловят трофеев новых. Все ждут, когда поступят опять новые-новые наши приманки, разработанные, либо уже которые выходили на рынки. И все ждут новых поступлений. Ну, продолжаем радовать рыбаков своим опытом. Делиться с ними как и теорией, так и практикой. Ну и также прекрасными разработанными приманками по доступным ценам. Хочу представить новинку на российском рынке, и уже далеко не новинку на европейском рынке. Это аттрактант, с помощью которого можно улучшить рыбалку в разы. 10 таблеток и такая колбочка, которая крепится с помощью стопора на шнур, либо на леску. Вот на примере данного шнура. Специально взяли потолще, чтобы было хорошо видно. Вот эта вот часть направлением в сторону движения. И надевается на шнур. Сюда привязываем карабин. Ну и дальше приманку. Ну а сюда вставляем нашу волшебную таблеточку аттрактанта. Закрываем. И начинаем привычным нам способом ловить рыбу. На троллинг, на джиггинг и даже в заброс. В пресной или морской воде. Это не важно. Он оставляет за собой хороший шлейф, который привлекает рыбу и заставляет активно кормиться. Работает от 30 минут до 2 часов. Представьте себе, это настолько уникальный аттрактант, который позволяет ловить абсолютно любой вид рыбы. Уже мы знаем, что ловили им и корюшку, и треску, и на палтус очень хорошо подходит. Также на щуку, на судака, на сома. То есть, ну, в общем, надеемся порадовать наших рыболов в ближайшее время на российском рынке представленным аттрактантом. Редактор субтитров А.Семкин